Приветствуем вас, уважаемые наши телезрители и радиослушатели. Мы продолжаем программу встречи в этой студии. Как вы знаете, мы ведем трансляции из Второй славянской баптистской церкви города Сакраменто, где проходит 77-й отчетно-выборный съезд Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов. И сейчас в нашей студии еще один гость, это пастор из Первой славянской баптистской церкви города Сакраменто Владимир Петрович Кунец. Владимир Петрович, мы приветствуем вас в нашей студии. Приветствую, Игорь, тебя, приветствую всех наших телезрителей и хочу поприветствовать словами Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мир вам. С миром принимаем. Владимир Петрович, не все, может быть, наши телезрители знакомы с вами, да? И поэтому мы вначале спрашиваем такую небольшую, краткую автобиографию. Родился, крестился, женился, ну, семейное положение. Немножко о себе. Ну, если коротко, родился я в городе Бровары под Киевом. Это 1961 год. Затем в 78-м году мы переехали в Киев. В 80-м году я принял водное крещение. И хотя в церкви был с детства, потому что родители верующие. И это была Дарницкая церковь города Киева. В том же году я женился. Затем Бог послал нам двух замечательных детей, служение в церкви, ну, и так дальше. Сейчас я вот нахожусь здесь с вами, в Сакраменто. Думаю, это тоже воля Божия. Ну, так кратко о себе. Владимир Петрович, понятие пастора, служителя, сегодня. Что это такое, вот сегодня быть пастором? Это Божье призвание быть пастором. Есть те, кто, допустим, получает высшее образование богословское. Но, может быть, они бывают не призваны на это служение. Это проблема тогда. С другой стороны, человек, может быть, не иметь, допустим, высокого духовного образования, но он призван Господом на служение, призван Господом пасти Божье стадо. Вот это то, что я понимаю под... Ну, а вот это как бы общие черты, да? А вот именно ваши, ну, не скажу, обязанности, да? А то, что на самом деле происходит, да? Вот когда пастор является именно таким вот... Ну, я не знаю, как сказать, да? Действительно, это пастух какой-то степени, да? Который именно следит за стадом, да? Ну, это так, образно, да? Переживает за каждого члена церкви, за каждую овечку. Или же вот что вообще? Или это просто должность? Я пришёл, сижу, командую. Значит, у меня пасту – это мои подчинённые и так далее. И вот что это такое? Спасибо за этот вопрос. Как я говорю, если человек призван Богом, а мне, я о себе не говорю, пусть об этом говорят члены церкви, им это виднее, но, как Христос сказал ученикам, помнишь, когда он собрал горницы, потом послужил им и говорит, то, что я вам сделал, идите, и вы так должны делать. Служение пастора, во-первых, это такая душевная боль за каждого члена церкви. Это постоянное переживание, это постоянная забота о всех, кто является членом тела Христова церкви. И, откровенно скажу, я не думал, что это служение достаточно, или настолько оно является тяжёлым, но вместе с тем и благословенным перед Господом. Если ты действительно призван Богом, ты постоянно переживаешь, что ты постоянно, у тебя болит душа, если у кого-то какие-то неприятности, если кто-то заболел, если кто-то заболел тяжёлой болезнью, неизлечимой сегодня, и такие души нуждаются в попечении, это и души попечения, и это, конечно, в первую очередь, слово, слово, и, конечно же, задача пастора показать церкви Господа Иисуса Христа. Если этого нет, ну, тогда ты можешь превратиться, как ты сказал, в того, кто раздаёт команды, и, в общем-то, такая церковь, она, ну, где-то обречена, в том смысле, что благословений не будет. Я просто почему-то сказал, что сегодня, насколько это работа, это служение, да, это не работа, это служение, но в какой-то степени она и работа, ведь переживать за каждого члена церкви, это, вот я сказал ту фразу, да, она смотрится вроде как очень просто, несложно, но, с другой стороны, практически вы находитесь постоянно, 24 часа в таком состоянии, что вам может позвонить какой-то член церкви и сказать, что вот у меня проблема, мне нужна срочная помощь, или же, опять же, происходит очень множество различных мероприятий, это и свадьбы, это и торжества, это какие-то юбилеи, и все хотят, чтобы пастор присутствовал на всех этих юбилеях, чтобы он именно был пастор здесь. Это хорошо, когда хотят, чтобы пастор присутствовал, это значит, есть некий отклик, есть некое желание у членов церкви, они видят в этом благословение. Если ты спросишь, сколько я сплю, ну, я сплю от пяти, в лучшем случае, шесть часов, ну, не больше, семь часов иногда удается. Насчет телефона, телефон, конечно, не отключается, но меня спросили, у вас, наверное, телефон постоянно красный, раскаленный от звонков, звонки есть, конечно, у народа Божьего есть нужды, где пастор должен участвовать, и постоянно в этом участвую, но я говорю, если мой телефон молчит, то я надеюсь, что у членов церкви все хорошо, и я бы просил у Господа, чтобы телефон мой, вообще-то, как бы молчал, это значит, что у всех все хорошо. И когда я однажды так сказал в церкви, члены церкви начали тогда звонить, и просто желать благословения, а то говорят, мы постоянно звоним, когда нужды, когда только нужды, я начал получать звонки, где говорят, брат, как ты там поживаешь, как твое настроение, как здоровье, и так дальше, и так дальше. То есть, конечно, пастор должен быть готов в любой момент оставить свой дом и поехать послужить. Ну, я не хочу, как бы, это только Господь знает, большая часть служения пастора, она невидима, потому что ты обо всем не будешь членом церкви говорить, а это и посещение вдов, вы знаете, вот эти два случая, которые были в Сакраменто, я их не называю, то есть, это надо и посетить, это и семьи, где бывает так, что нет понимания между мужем и женой. Конечно, особая забота пресвитера должна быть о молодежи, это вообще постоянно ты об этом думаешь и звонишь, пытаешься их организовать, и в этом без Божьего благословения успеха не будет. То есть, в конце концов, когда ты видишь, сколько много работы, я тогда говорю, Господь, это Твоя церковь, скажи мне, что мне делать, а Ты сам созидай эту церковь в Духе Святом. Ну, я надеюсь, что я ответил на это. И еще хочу сказать, Игорь, что пасторское служение не только субдержка, и я хотел сказать, что Бог благословил меня этим подарком от Бога, и очень большая часть, такая доля этого служения ложится на плечи жены. Это и не только духовная поддержка, это и в буквальном смысле физическая поддержка, когда нужно подготовить и одежду, и кушать, и нужно поехать вместе, и поехать на посещение. И, конечно же, духовная поддержка, когда ты чувствуешь крепкий тыл, это в любом служении, но особенно в служении пастора, поддержка супруги, жены, вот, играет очень такую важную и очень значимую роль. Поэтому я сердечно благодарен Богу за то, что Бог мне послал вот такую именно супругу, искренне верующую, боящуюся Господа, и она очень-очень поддерживала чтобы их жены также поддерживали их в этом служении. Да, и следующий мой вопрос. Сегодня служение в церквях оно немножко отличается от тех служений, которые мы вот когда-то 10 лет назад, может быть, больше привыкли видеть и как бы участвовать. в том плане, что сегодня век технического прогресса, интернета, видео, социальные сети, гаджеты, очень много всего приходит того, что предыдущие поколения не знают, может быть, даже сейчас не знают. Как вы думаете, вот сегодня то, что происходит в мире технического прогресса, стоит принимать на вооружение церкви или же действительно лучше пойти по традиционному такому пути это служение, где мы полностью находимся в церкви, где нам не нужно отвлекаться на какие-то моменты, а служение должно быть именно традиционно в стенах церкви при каком-то обычном освещении без каких-то излишеств технического прогресса. Ответ, я думаю, таков. то, что Господь нам дает знания, дает новую технику, технологии, все это должно служить для распространения Евангелия. Формы служения, конечно, могут меняться, это понятно. В служении мы должны искать Господа, как написано в книге Псалмов, ищите Господа, лица Его и силы Его, и мы должны это делать в служении, и задача пастора дать церкви духовную пищу, показать Господа Иисуса Христа, чтобы члены церкви могли приблизиться к Богу. А на все вот эти технические средства я смотрю, как на возможность распространения Евангелия. И это большое благословение, что в частности у нас в Первой славянской церкви есть братья, которые трудятся и на радио, и в интернет, и помогают организовать служение через интернет. И маленький такой пример хочу привести, вот в этом году, вы помните, был организован разбор слова с привлечением интернет, сетей, и около, ну, от 70, может, чуть больше человек каждое воскресенье вечером участвовали с нами интерактивно, они могли увидеть вопрос на своем экране, на мониторе своего компьютера, ответить, их ответ учитывался, помните, как это было сделано, ну, это техническое, это как такое новшество, которое мы вели, и члены церкви, допустим, отвечали на вопросы по мобильному телефону, и имели возможность также сразу обработать эти, мы имели возможность обработать эти результаты, видеть, как церковь знает ответ на тот или иной вопрос, но в первую очередь, я так понимаю, что это огромная, огромная возможность для распространения Евангелия в тех частях света, где мы не можем послать миссионеров, и я уверен, что при правильном подходе, конечно, многие люди могут услышать весть о Господе и Спасителе Иисусе Христе, то есть я это приветствую и хотел бы, чтобы вообще вижу, как одно из направлений, которое должно и будет развиваться, надеюсь, в нашей церкви первославянской, в этой церкви Господа Иисуса Христа и в нашей поместной общине. Владимир Владимирович, как много людей разделяет ваше вот это видение, да, потому что я опять же говорю, да, поколение людей, которые воспитывались и привыкли к традиционному служению, типу служения, чтобы было вот так, как было в их селе или в их городе, служение, чтобы именно было так и никак иначе. Как вы можете вот найти этот общий язык, объяснить братьям, что сегодня нужно где-то в каких-то моментах изменять свое мышление, да, и вот некоторым не нравится, допустим, освещение сцены, да, чтобы это, им кажется, что это прообраз театра, некоторым не нравятся экраны, которые имеются, мониторы в церкви, потому что это прообраз кинотеатра, вот эти ассоциации у людей возникают, и как вы находите компромисс в этом плане в церкви, объяснить этим людям, что нужно сегодня мыслить по-другому? Я пытаюсь находить этот компромисс, спасибо за такой вопрос, и вспоминаю своего руководителя, вот, когда я работал на светской работе, это было в Киеве, и я назову фамилию, это Михаил Павлович Лисица, я к нему подходил, и Михаил Павлович, а вы компьютером не хотите познакомиться, как это, он говорит, знаешь, Володя, я своей даже без него, это точно говорит, и не хочу на это тратить время, то есть старшие люди, они у нас, конечно, компьютер изучать не будут, но сегодня молодежь, она просто обязана это делать, и без компьютера, конечно, есть такая идея, допустим, интернет-церковь, или еще что-то, я думаю, это ложная идея, почему, потому что живое общение не может быть заменено, если бы, и мне так кажется, что если бы во время Христа был интернет, то все равно Христос бы собрал все горницы и умыл бы ноги, так бы сделал, по интернету, к сожалению, умыть ноги нельзя, но мы знаем, как к этому относится, это имеется ввиду послужить друг другу, кстати, вот в Киеве есть семинария, где ректор семинарии духовной посадил студентов, выпускников, потом взял щетку и начал чистить им обувь, и они все с удивлением сидели, смотрели, как он это делает, а затем когда он это закончил, всем выпускникам эту процедуру сделал, почистил им обувь, он говорит, ну это вообще такое неординарное явление, он говорит, а теперь вы должны это делать другим, то есть это он сделал, как Христос, поэтому старшее поколение, конечно, оно не будет этим заниматься, хотя ты спрашиваешь, как мы ищем компромисс, служение ни в коей мере не должно превращаться в концерт, и в руках пастора для этого и все возможности, используя освящение, используя допустим вот такую постановку, когда хор напротив церкви сидит, это традиционно в наших церквах, но если в центре слова, если в центре Христос, если в центре пастор ведет это, то любое служение можно превратить в форму концерта и без затенения, без освящения, без ничего, оно может стать просто концертом, вместе с тем, используя вот эти все средства, которые у нас есть, мы стараемся, чтобы наше служение было просто таким семейным, общением друг с другом, на основе слова Господнего и с Господом Иисусом Христом, поэтому молодежь, молодежь, конечно, этот противоречий, она всегда будет сейчас старше, им может что-то не нравится, но я вспоминаю, что, допустим, те песни, которые пели наши родители, песни нашего поколения, они были другие, это уже новые были песни, я не хочу сказать более содержательные духовные или менее содержательные, но они были другие, наши дети уже совершенно новые песни пели, сегодня я смотрю уже наши внуки или молодежь, это еще, то есть все это меняется, но остается неизменным Господь Иисус Христович, и я думаю, что это просто задача, конечно, пастора, видеть вот это духовное такое состояние церкви или вот сущность, что происходит на том или ином служении, и, собственно, это и задача пастора, чтобы служение не уходило от Христа и не превращалось в форму концерта, и если оно превратилось в форму концерта, значит, мы уже где-то, ну, это каждый почувствует, это надо побыть на служении, и ты просто замечаешь, как оно может даже неожиданно или ненароком, так сказать, уйти в эту сторону, когда, например, хор спел, а все захлопали в ладоши, вместо того, чтобы сказать слава Господу. Только захлопали в ладоши, это отдали, значит, часть, но, может быть, идем в ладоши к Богу, но это как человек может приобрести. Да, если хлопать в ладоши и при этом понимать, но, к сожалению, в нашем сознании, в нашем менталитете это ассоциируется, да, поклонение к Богу, оно происходит в Духе и в Истине. Владимир Ветрович, опять же, вопрос как к пастору, да, сегодня пастор, задача пастора, это духовно окормлять своих прихожан, дать им духовную пищу. Это сказать действительно то слово, которое сегодня необходимо именно для того, чтобы в этой сложной сегодня жизни, в этом житейском море не утонуть, не впасть в какой-то грех, не попасться в какую-то ловушку обмана всяких жуликов, которые могут привлечь к себе. Вот понятие Слова Божья, проповедь, да, вот что вы вкладываете вот в это, когда готовите его, когда хотите донести до прихожан вашей церкви, для слушателей, чтобы это было действительно им таким вот, такой пищей, которая их будет держать, когда они выйдут за порог церкви. Есть два таких способа, когда проповедники готовятся, приходит время, когда ты должен готовить проповедь, иногда просто читают Библию, и Господь указывает, я, может, неправильно сказал, указывает то место, которое насущно сегодня для церкви. Иногда проповедник просто открывает интернет и смотрит, что там, я считаю, что это неправильно, и, конечно же, если, ну, со мной это бывает так, я спрашиваю Господа, что я должен сегодня сказать церкви, ты говоришь, чтобы не утонули, чтобы в грех не впали, чтобы еще что-то, все это будет, и где-то согрешит человек, где-то что-то случится с ними, где-то, но он должен знать, в той ситуации, в которую он попал, он должен вспомнить из Библии конкретное какое-то место, и Дух Святой через его внутреннего человека проговорит ему, он даже может не будет помнить, кто это сказал, или пастор, или другой какой-то проповедник, но здесь оно у него записано, и он это, обязательно Господь этим воспользуется, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, поэтому я всегда этот вопрос ставлю перед Богом, ответ получаю в самых разных ситуациях, иногда это, может быть, допустим, где-то я за рулем машины еду, и вдруг я понимаю, что вот это то Слово, которое от Господа, иногда это может быть даже, когда ты утром проснулся, или вечером ложишься и размышляешь о церкви, о нужде церкви, конечно, есть насущные нужды церкви, и тогда я молюсь, и Господь дает то или иное Слово, конкретно, собственно, составление проповеди потом значительно облегчается, потому что ты уже понимаешь, что хотел сказать Господь. Твоя задача только это Слово передать, эту истину донести простым, доступным языком, и может подобрать какие-то примеры, и, конечно же, то есть, суть такова, ты должен получить от Господа уверенность в том, что это нужно Слово к церкви в этот момент. Со мной были такие случаи, допустим, в Киеве, когда я знал, что я проповедую, тема нет. Вот мы идем с супругой, ну, некоторые скажут, проповедь должна готовиться там 22 часа до служения в Америке готовят американские проповедники. И да, и нет. То есть, ты все время читаешь, ты готовишься, мы идем, допустим, по улице, до молитвенного дома остается там 300 метров, у меня супруги говорю, о, все, Слово есть Господь, мне уже, то есть, Господь тебе посылает. Это самое благословенное состояние, когда это происходит так. Тогда уже там добавляется знание, то, что ты читал, примеры какие-то, вот, и иногда выходит человек подготовленный, говорит слово, и это слово никого не касается. Лекция, да. Да, иногда выходит человек, который, может быть, я не хочу сказать неподготовленный, его Господь долго готовил к этому, но он говорит просто, и ты чувствуешь, как Дух Святой работает, и тогда люди приходят к Богу, люди каются, и так что вот так. Ну, это в пределах церкви, да, служение. А за пределами вот уже служения те проблемы, которые существуют у прихожан церкви, у членов церкви, которые иногда им требуется третья сторона для решения их проблем, для того, чтобы, ну, то, что вы говорите, есть же конфликты в семьях, да, есть разводы, даже такое бывает у нас сегодня. есть действительно вот те проблемы, что вот мы говорим, что где-то супруг супруга погибли, и как-то надо найти слова утешения, вот тоже, как вы все успеваете это все сделать, и вот это очень сложно себя, это же надо все через себя пропустить. Сразу скажу, что не все успеваю, это надо признаться перед всеми, я не все успеваю, конечно, но и есть сегодня такой подход, пример приведу, приходит одна душа, и это сестра, женщина, и вот у нее такая проблема, и она мне говорит, сколько книг написано, там такие книги есть, и вот сегодня душепопечителей много, и сегодня, то есть сегодня некоторые уповают на так называемую библейскую психологию, хотят иметь конкретного душепопечителя, и пастор таким должен быть, но мое видение такое, что когда нужно помочь, действительно, я иду и стараюсь помочь, но в основном, если так сказать, пресс-фитер должен учить людей страху Божию на основе Священного Писания, я ей сказал, говорю, а почему ты говоришь, что вот тебе эта книга больше помогла, чем Евангелие, книга, это уже некая такая трактовка, конечно, это полезные вещи, и это все должно быть, но мое понимание, что живое общение с Господом, когда ты приближаешься к Господу через Слово, и когда пастор учит, и проповедники, также в церкви у нас, не только пастору учат, и проповедники, если они преподают Слово Господне, и это Слово здесь остается, то попав в такую ситуацию конкретную, конечно, душепопечитель может чем-то помочь, помолиться, прийти, ну, человек просто тебе расскажет, откроет душу, ему легче. Но душепопечитель это вот исповедь, или что это? Сюда все уходит и исповедь, и, может быть, конкретный совет, вот, например, был такой, где-то у кого-то в школе учителя восстали на детей, и вот приходит пастор и говорит, что делать? Ну, давайте помолимся, да, мы помолимся, мы все это сделаем. Но совет очень простой, просто заберите этого ребенка от этих учителей. Не секрет, что в другой школе может быть то же самое. Ну, тогда надо посмотреть, что там с ребенком, как он себя ведет. Но иногда советы могут быть чисто практические. Поэтому вот такая вот ситуация. То есть, пастор, это, конечно, душепопечитель, понятно. Но если мы только будем надеяться на то, что пастор разберется в твоей психологической проблеме, или в состоянии... Но все считают, что пастор это психолог, которому придешь, он все разрулит, разрешит. Это, в принципе, так, и вот с опытом ты начинаешь видеть людей, и начинаешь... Вот, допустим, приходит пара, мы хотим, чтобы вы нас повенчали. И ты смотришь на них, ты знакомишься с ними, начинаешь понимать, вот, насколько они подходят друг к другу. То есть, это уже видно. И когда... А что, вы можете сказать, что вы не подходите друг к другу? Это вы такое можете? Я спрашиваю, я спрашиваю тех, кого венчают, спрашиваю у жениха, у тебя был большой выбор? Ну, некоторые отвечают, да, был большой выбор. Говорю, ты ошибаюсь, у тебя выбора-то не было, если она тебе от Бога дана, так как у Адама. Бог дал ему Еву, выбора не было. Не было выбора. То, что Бог дал, это самое лучшее. Так что, я говорю, дорогой, у тебя... Ну, большинство тех, кто венчаются, они отвечают правильно. Они, первое, да, был выбор или не был? Вроде был, конечно, пресвитер или пастор, он, он какой-то степь, он должен видеть, какие проблемы в этой душе. Или это проблема во грехе, или это проблема в гордости, или, допустим, эта проблема, часто, много проблем из-за того, что душа просто не смиряется перед Богом. Когда душа не смиряется перед Богом, у нее есть гордость, написано, Бог гордым противится, это барьер, который мешает получить от Господа благословение. Потому что мы знаем, откуда снизошла гордость, и кто был отцом лжи, гордости, кстати, Бог зло не создал, да, поэтому, писание нас учит, что Бог есть любовь. Поэтому, начинаешь беседовать, недавно тоже была одна беседа, и, и то, и то, и то говорится, но потом ты видишь, что, и спрашиваешь, а вы пробовали просто смиряться перед Богом? Смирение, это не то, что Бог тебе пошлет, это работа твоей души. И этот человек посмотрел, и говорит, дайте мне ваш телефон, пожалуйста, я хочу в этом направлении побеседовать и поговорить. То есть, есть простые, такие библейские, истинные, и Дух Святой указывают, конкретно, вот в этом душепопечении, а не в том, что, там, ты мне расскажи, вот, а, да, я, и это тоже есть, когда нужно исповедать конкретный грех, и отказаться, отречься от него. Это отдельная большая тема. То есть, при Свитере, в первую очередь, я считаю, что должен учить Слово, должен учить Страху Господню, и тогда душа, она сама должна научиться выходить из этих ситуаций на основании Слов. Ну, вот как тебя и меня учили родители ходить. Пустил, упал, пустил, упал, потом поднялся, потом пустил, он уже идет. Это не факт, что он не упадет где-то, но он уже учится держать равновесие с вами. То есть, вот такой в целом подход. Владимир Ветрович, Первая Славянская Баптистская Церковь, она очень, можно сказать, ну, не молодая церковь. Ее начало идет очень издалека. Первая Славянская Баптистская Церковь имеет сегодня, можно сказать, на вооружении радиостанцию и видеостудию и видеовещание в интернете и плюс еще на специальном такой кабельной сети, это Картина ТВ. Ваше видение вот в этом служении, что вы думаете вот сегодня? Важно это служение сегодня развивать? Вот, что вы думаете по этому поводу? Игорь, я бы удивился, если бы ты не спросил меня про это. Спасибо, что ты спрашиваешь. Ты говоришь, церковь не молодая, она действительно не один десяток лет существует, и брат Федор Петрович Карпец, который много труда вложил, я думаю, что его молитвы и до сих пор мы черпаем и получаем благословение, то, которое он вымолил у Бога, и кто-то говорил, что в свое время, я не побоюсь это сказать, когда посмотрели на его колени, то удивились, насколько много он молился. Но для меня она молодая, потому что я здесь три года, я чувствую себя тут как младенец в этой церкви. Вот, и что я хочу сказать, что какое видение, видение, конечно, оно очевидно, это служение должно расширяться. Вопрос в том, что мне нужен был некий период времени, как я понимаю, чтобы познакомиться с церковью. Я только полтора года ознакомился с теми служениями, которые есть в церкви. Активитис, как мы говорим, различного рода служения. Это надо было посетить, я, может, быстро назову, допустим, это те же братские советы, пастырские советы, потом, допустим, ваш отдел, который работает, видео, радио, там, и так дальше, молодежь отдельно, мамы в молитве, группы, молитвенные группы, домашние группы в церкви есть, и они говорят, когда вы к нам придете, надо туда пойти, посмотреть, как они трудятся, как они работают. Потом такие служения, как авана, допустим, резембл для подростков. Я не говорю хоры, которые, это первый поток, второй поток, два хора этих, которые есть, вечером поют, потом детский хор, я не был еще у них, так вот, допустим, на спелке, потом сейчас вот подростковый хор, потом разборы, и так дальше, и так дальше. И этот список, можно, кого не назвал, я сразу прошу прощения. Ну да, все невозможно. Поэтому мне нужно было время, чтобы охватить это все, посмотреть, и понять перед Богом, в каком направлении это все развивается. И, конечно же, а дальше, дальше, мое такое видение, мечта, чтобы мы начали более активно, проповедники, особенно молодые братья, использовать те возможности, которые Бог дал. Это радио, и это видео. Но мне иногда говорят, вот мы там слушаем ваши проповеди, и мне иногда становится стыдно, потому что эти проповеди, допустим, были записаны год назад, я каждую неделю записывал одну проповедь, а сейчас они уже звучат, может, по третьему разу, и это работает. И я хочу, чтобы молодежь участвовала в таких вот, может быть, круглых столах, которые мы сейчас имеем, и на радио, и обязательно. То есть, было время, когда нужно было познакомиться, сейчас немножко центр, я думаю, будет смещаться и более активно участвовать вот на радио. Тем более молодежи, это будет полезно в том плане, что они будут уметь коммуницировать. Хотя они, они как бы не понимают, что это очень тяжелый труд подготовить, прийти на радио. Если, допустим, он проповедь сказал, то тебе, как звукооператору, сколько надо потрудиться, чтобы прослушать каждую фразу. Если проповедь 20 минут, минимум до 40 минут должен ее корректировать. А если учесть, что по несколько раз, вырезать это все. Поэтому для них это, конечно, трудно. Я думаю, что будет хорошо, если вы придете, допустим, вот была недавно встреча с молодежью, я жалел, что вас, салксом, не было с видеокамерой, потому что... Было средовское служение, мы имели особое благословение такое. И, конечно же, я понимаю, что вы тоже ограничены временем, но... Но поэтому нужно проводить классы какие-то, чтобы научить людей, они могли бы с вами снимать и нам давать материал. Может быть. И звукозапись делать, и самое интересное, действительно, это хорошая мысль, чтобы была такая команда людей, которые бы... У меня есть эта аппаратура, иногда я кое-что записываю, но все думаю, сейчас я отлажу, тебе дам, но нет времени на это. Поэтому, конечно, желание... Было время, когда нужно было познакомиться с церковью, а сейчас уже я чувствую, что где-то Господь дает время для того, чтобы больше участвовать, допустим, в радиопрограммах и проповеди. Это большущие возможности. Ну, ответственность. Действительно, Владимир Петрович, сегодня я вам скажу, что мы, вот, как телевизионная студия, да, как радиостудия, я уже... мы не настолько грандиозно выходим, но как телевизионная студия мы очень сегодня выходим на большое очень поле. И плюс мы выходим как нашего динамационного такого канала вещания, как телевидение от братства баптистов. То есть, здесь сразу ответственность возлагается того, что мы первые, это одно. Второе, мы представляем целое братство, да, в лице церкви, первой славянской фактической церкви. Понимаете? И здесь вот лежит большая ответственность в том, что нам нужно стараться действительно работать более профессионально, более качественно, потому что на нас смотрят, на нас ориентируются, и мы даем, как бы, пример, пример того, как служение вести, как проповеди, готовить, как сегодня я вот с некоторыми разговаривал с нашими гостями, я им рассказал, например, что вот как в церкви проводился молодежный разбор с участием гаджетов. И они, вау, это надо же, какие вы молодцы, как вы, мы даже не думали такое, это очень здорово, можно взять на вооружение эти планшеты, эти телефоны, и вести разборы, и вести опросы, и вот что нравится, что не нравится, это же сегодня все очень легко, просто вот из-за того, что нету этой идеи, а у нас она, эта идея была, мы ее показали, мы ее представили, и люди стали вот в этой сфере тоже работать, и это действительно посылает Бог, и я уверен, что вот то, что нам Господь дает, я вот не зря сказал, такое оружие, да, хотя оружие у нас одно, это писание, для слова Господня, но это тоже вот одна из составляющих, ну, может быть, снаряжения, да. Ну да, есть пища, есть ложка, да, 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 и вот правильно использовать это снаряжение, сегодня наша задача, чтобы это было действительно хороший и качественный продукт, но вот проблема в том, что нет у нас какого-то взаимодействия с молодежью, какого-то привлечения больше молодежи вот в эту сферу, увлечь эту молодежь как-то, может быть, им объяснить, что это служение, которое им нужно тоже познать. Это как пожелание, да? Да, нет, ну это так, как пожелание. Я же хочу сказать, Игорь, что всегда, сколько бы ты ни делал, сколько бы ты ни посещал, сколько бы ты ни трудился, всегда будет казаться, что где-то что-то не хватает, это так, ты это понимаешь. То, что молодежь разработала вот эту систему, и они были как-то, то есть мы тоже это поддерживали, она сейчас используется в других служениях, в молодежных служениях, мы готовы там другим церквам это передать, показать, как это делается, за это, слава Богу. Но ты сказал об ответственности, и, конечно, я благодарен Богу, что в Первой Славянской трудятся те люди, которые понимают эту ответственность. И ответственность понимается не только перед Богом. Перед Богом ответственность, это понятно, нас Господь, Его Церковь, и мы отвечаем. Но, если есть пастор, и если, допустим, вы как операторы выходите в эфир, и есть некий кредит доверия у пастора Иван, что вы ничего такого, ну, скажете все корректно, и, конечно, я знаю, и все так и есть, и это так должно быть, потому что, как бы, если пастор на месте, его доброе имя, это, как бы, вы подписываетесь тоже под этим, и пастор должен спать спокойно, что, но, то, что вы как студия работаете, я благодарен Богу за это, и в этом смысле мы должны проповедовать Господа Иисуса Христа, и то, что говорит Писание, и, допустим, есть разные такие моменты, которые, конечно же, вы обходите, и вы должны обходить в своем служении, это все идет в эфир, и когда служение идет прямым текстом в эфир, то есть, это большая, конечно, ответственность, и, собственно, такая иерархия должна быть, вот, у пастора должно быть доверие к тем, кто трудится, и у вас должно быть тесное сотрудничество с братьями, с пастором, с советом, с пастором, тогда будет благословение, насчет того, что молодежь, привлекать нам надо ближе, конечно, это бесспорно, молодежь, но, еще один момент есть такой, что, допустим, для молодежи у нас организованы молодежные служения, у них встречи есть, разборы и так дальше, но мы должны понимать, что молодежь сегодня учится, я спрашиваю, в воскресенье вечером после служения для вас, как общение, да, они горят желанием, но некоторые идут на учебу во вторник, и они думают так, уроки я выучу в понедельник, а некоторые идут в понедельник на занятия, поэтому в воскресенье после служения они не могут остаться, то есть, это особый, такой период жизни у них, когда они учатся, и у них очень мало времени остается, наша же молодежь в церкви, она очень сильно занята еще в воскресной школе, если вы посмотрите на служение, допустим, они сразу здесь, или даже они в классах готовятся к уроку, и очень много нашей молодежи задействовано в воскресной школе, поэтому, то есть, ну, это очень большая, но вот это пожелание, то, что вы говорите, есть какой-то актив, наверное, в церкви, который больше, но есть же, есть люди, которые не задействованы, вот их можно задействовать, да, потому что лучше, пусть Господь благословит вас, и в этом, спасибо, Владимир Петрович, Владимир Петрович, сейчас во второй славянской оптической церкви проходит, в этом году проходит отчетно-выборный съезд, 77-й, номер этого съезда, вот, я не знаю, у вас был съезд, проходил в первой славянской, по-моему, проходил, да? Применят. А, нет еще, у вас такая возможность поучаствовать, когда будет в нашей церкви, но, тем не менее, вот, ваше впечатление о съезде, вот, что вы думаете, насколько сегодня в первой славянской оптической церкви, ну, вот, важно быть в объединении, да, вот, в чем это, вот, нужда есть, или, что дает именно участие в объединении? Спасибо, я хотел бы пожелать всем участникам этого форума благословений от Господа и видеть волю Господню и в том выборе, который будет сделан, это, понятно, будет избран новый председатель Тихоокеанского объединения евангельских христиан-баптистов, баптистов, то есть крещенных по вере, так, крещенных по вере. Задача вот этого форума, я не очень люблю слово съезд, не люблю строить форум или встреча, но это не собор, не собор тоже, потому что здесь и служители, и члены церкви, и все. Ну а форум? Форум, ну как встреча, да, встреча, пусть будет съезд, но надо вкладывать правильное понимание, понятие, объединять, объединять, и вот, допустим, простой пример, все члены, все церкви жертвуют деньги, Тихоокеанское объединение, и потом эти деньги тратятся на миссию. Допустим, мое такое предложение, чтобы Тихоокеанское объединение выбирает, куда послать миссионера, и потом с этих средств они содержат этого миссионера или жертвуют на миссию. То есть, и в каждой церкви в этом-то вся и проблема, поэтому мое понимание, что объединение, оно действительно должно объединять. Ну, как это можно технически сделать? Ну, например, объявляется проект, что вот есть нужда послать, допустим, Виталию, миссионера. Это рассылается по церквам. Если церковь небольшая, они говорят, мы в этом проекте можем участвовать и можем на эту нужду жертвовать, допустим, такие-то деньги. И потом идет отклик обратно, собирается и конкретно церкви знают. Не в общем так, что вот все там 30, сколько их церквей, 37 или 36, вот они там отдали деньги, а вы там делаете, что хотите. И потом церкви сами миссионеров посылают и объединение отдельно. То есть, делают как бы работу церкви. В таком же варианте, который, допустим, предлагается, эти отдельные церкви, которые откликнулись и стали участниками этого проекта, они берут на себя ответственность. И тогда объединение знает, что эта церковь пришлет вот такую-то сумму денег, и они могут добавить что-то. И таким образом, ну это технически как осуществляется. Но на самом деле, на самом деле, роль объединения, конечно, объединять и молиться о том, чтобы... Я бы вообще подумал над тем, как, вот смотрите, есть Тихоокеанская, есть Обидница, есть, а потом, допустим, есть Пастерский городской совет, есть Общеобъединенный Пастерский совет, и есть комитет в объединении, который работает. По сути, могло быть так. Комитет составляется из пресвитеров, это раньше, наверное, это старо. Пастеры, они являются, то есть, нет вот этого дублирования, они решают общие проблемы, есть большее единство и так дальше, и так дальше. Ну, очевидно, люди объединяются в объединении на каких-то принципах. В программе вот в сегодняшней нашей встрече на этом съезде, и эта программа будет размещена на сайте. Боже, в чем-то, в чем-то. Но, с другой стороны, пресвитеры занятые люди, пасторы, и те, кто руководят отделами, понятно, что они больше сделают, поэтому надо найти некое... В этом... Но, многие вещи можно решать вот таким образом. То же, что мы делаем, допустим, в церкви, если даже избирать ответственного брата, который будет возглавлять объединение, мы в Первославянской от вопросов голосования уходим. Я не понимаю, например, если, допустим, голосуют, и 40 против 60, ну, так получается, 60% знают волю Божию, а 40% не знают волю Божию. То есть, мы должны прийти к единству в процессе обсуждения, и мы часто это делаем, и на наших братских встречах, и затем, просто, когда уже спрашиваешь братья, ну, что голосуем, так что голосовать, и так все понятно. То есть, может, хотя в Писании мы находим, вот, место, когда бросали жребий, да, и меня один брат спросил, говорит, а как в этом случае? Я говорю, так там же написано, может, как они... Все равно место тогда занял апостол Павел. по сути, по своей, так сказать, сути, он стал апостолом, язычников, а не тот, о ком бросили жребий. То есть, я брату сказал, так там, наверное, написано, или как не надо делать, или же, как сделали, но оно так вышло, как по-своему сделали. Это как факт просто описано. Поэтому, над этим надо над всем рассуждать. Но пожелание объединению и съезду или форуму, ту хорошую работу, которую они делают, объединяют, и вот три новых церкви вошли в объединение, это благословение. Когда мы вместе, когда мы в единстве, и вообще Бог благословляет, когда видит единство. Когда единства нет, благословения не будет. Валерий Петрович, я сейчас вам некоторые вопросы, которые мне задали в прихожей, когда я там брал интервью. Вопросы очень такие серьезные. Вот сегодня мы знаем, существует несколько таких серьезных вопросов в том плане, что сегодня Тихоокеанское объединение работает в взаимодействии с Южно-Баптистской конвенцией, где сегодня есть такие прецеденты, когда благословляют, благословляют браки геев. И сегодня это вызывает конфликт какой-то. Какие-то возникают вопросы сегодня, которые действительно должны решаться соборно. Как бы мы ни хотели. Это слово больше как-то сейчас у меня выражает то, что это собрались... Как у нас собрание, да? Собрание. Люди пришли, собрались в церкви и решают какой-то вопрос именно внутри динаминационной. Как нам поступать? Как нам быть в том или ином случае, когда действительно под ударом находится пастырь какой-то церкви, который... Ну, нужно решать вопросы. Надо как-то выносить это на обсуждение. Но мы почему-то стараемся эти вопросы... Они, кажется, нам неудобны. Их лучше, может быть, не касаться. Вот ваше мнение. Мы должны все-таки как-то выносить эти вопросы на обсуждение и так соборно решать их? Или же как-то действительно не замечать их? Ну, конкретно по твоему вопросу. Нужно ли все выносить на церковь или на собор, или на съезд? Ответ сразу нет. Почему? Потому что если система такая, вот она заведена, что вынесли на церковь, допустим, и решается путем голосования, в церкви всегда есть те люди, которые не живут по духу, которые где-то, может, в тайном грехе. И ясно, что такой человек не может знать волю Божию и поднимать, а голос он свой отдаст. Поэтому есть иерархия таких вопросов, ответов, которые некоторые вопросы служители должны решать, некоторые потом, конечно, доводить до церкви. Вот не всегда можно выносить, даже в Америке по законам, все сказать можно при всех. И такие моменты есть. Но компромиссов со грехом. Мне задали вопрос. А бывает так, что грех может послужить благословением? Нет. Грех только ведет к смерти. Поэтому объединение, когда мы говорим объединение, мы говорим про объединение тех, кто живут по духу, по Евангелию. Есть различные течения евангельские. И здесь у нас нет правила, скажем, спорить об этом. Или же по каким-то вопросам важным, которые в городе, мы можем собраться вместе и решить выработать общую позицию. Ну, например, у нас есть СИПА, это пастерский отдел двух союзов. И решается вопрос сегодня, вопрос добрачных отношений. Он одинаково решается. И там, и там. И одинаковая должна быть позиция. В этом вопросе мы объединены. Но в других вопросах мы можем где-то иметь свою точку зрения. И мы все разные. И Господь это видит, и Господь знает. И это Господь пусть решает. Но когда мы говорим здесь, допустим, в нашей церкви, об объединении наших церквей, то баптистского вероучения, то, конечно же, нет смысла, если уж мы согласились вместе собираться и молиться, хотя бы, чтобы познакомиться, то, конечно, это надо делать. И не должно быть никакого соперничества между церквами, между пресвитерами. Даже в мыслях нельзя допускать. Вот я иногда так наблюдаю. Допустим, спрашивают, а сколько у вас членов церкви? Называется цифра? А пасторит, нет, у меня там больше. То есть это уже, я считаю, некое такое вот, где-то, может, нужно и смирение больше иметь. Я посмотрел, пасторит как-то стесняется. Да, вроде бы оно как-то, если у нас 20 делегатов, а придет 10, мне как пресвитеру будет как-то тоже не по себе, потому что у нас 20. Но, наверное, никто из пресвитеров не должен страдать от того, что у кого-то в церкви там 100 членов, а у кого-то там 500 или больше. Так что объединяться мы должны только вокруг Евангелия, вокруг Господа Иисуса Христа. Те, допустим, ты назвал южные баптистов, если они начинают благословлять грешников, в том смысле ставить на служение их, мы понимаем, о чем идет речь. Ты спросил о людях нетрадиционной ориентации. Ясно, что эти люди должны покаяться и прийти к Богу. Покаяться, очиститься от этого, греха Бог просит. Мы должны как-то сказать свое мнение на это? Конечно, мы должны официально дать свое решение. Удивит, наверное, удивит. В Евангелии мы объединение, в том числе и Тихоокеанского, не находим. В Евангелии есть церковь. Правильно? Ну да, но есть Вселенская церковь. Вселенская церковь. Но объединение — это как группа братьев, которые хотят вместе молиться, которые все-таки выбирают, допустим, комитет и хотят иметь. Это сделано для чего? Это сделано для того, чтобы маленькие церкви, они не могут потянуть больших проектов. Допустим, большая церковь может отправить две-три миссии, серьезные миссии, по пять, по десять человек, поддерживать их финансово. А маленькая церковь не может. У нее может и своя задача, конкретно перед Господом. Но если она хочет участвовать в этом объединении, она может тогда внести свою лепту. Я потому и говорю, что должны быть проекты, такой подход должен быть, наверное. А просто всех и вся объединить в кучу, сбросить — это не евангельский подход. В заключение, ваше пожелание нашим телезрителям, нашим радиослушателям. Вот что-то, может быть, в этой программе я не затронул, какой-то вопрос вам не задал. Вот сейчас возможность вам что-то сказать. Я хочу поблагодарить, что вы пригласили поучаствовать в этом разговоре. Это, я думаю, только начало. Да. Мы не могли все затронуть, очень мало затронули. Ну, как пожелание, я хотел бы оставить те слова, над которыми я сейчас размышляю. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава. Два стиха. Один час стиха. Это седьмой стих. И девятый стих. Христос говорит, «Я дверь овцам». И девятый стих. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». И там дальше замечательное благословение. И войдет, и выйдет, и пожить найдет. Если Христос – дверь для нас, для спасения, то наша задача, как служителей, как пресвитеров, как пасторов, или ваша задача, как тех, кто помогает это все донести до слушателей, до зрителей, до тех, кто за компьютером сидит, наша задача указать, что Христос есть дверь. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам обильных Господних благословений. Размышляйте над этими словами. Христос говорит, «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Я желаю всем, кто будет смотреть эту передачу, надеюсь, кто-то будет ее смотреть, чтобы вы проверили, вошли ли вы этой дверью, или же, если вы не нашли эту дверь, то найдите ее, и вы получите спасение. Сказано, войдете, и выйдите, и пожить найдете. Благословит вас Господь. Игорь, спасибо. Еще раз. Также взаимно благодарны, что вы пришли. Обильные благословения вот тебе, брату Аликсу и всем остальным, кто трудится в этом, я бы сказал, нелегком поприще. И вам Бог помощь. Уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, я хочу вам напомнить, что у нас в студии сегодня был гость, пастор Первой Славянской в Африкской церкви, Владимир Петрович Кунец. Петрович Кунец. Петрович Кунец. Петрович Кунец. Петрович Кунец. Петрович Кунец. Петрович Кунец.